Это украинские военные освободили Старомайорское 27 июля. 35-я бригада, а также батальон дружеских и обороны Орей, выполняя задачи, освободили село Старомайорское. Слава Украине! Героям слава! В эти же дни сразу несколько изданий выходят с громкими заголовками о новой фазе украинского контрнаступления. Действительно ли Украина активизировалась на фронте? Украина увеличивает темпы контрнаступления после двух месяцев медленного прогресса на поле боя. Об этом 27 июля сообщает CNN со ссылкой на двух американских источников. Украина перебросила дополнительные силы на юго-восток страны, что является признаком того, что Киев обнаружил потенциально слабые места в российских оборудованных линиях. Что сейчас происходит на этом направлении, раскрывает возможность продвижения дальше еще на двух направлениях. По словам одного из американских чиновников, хотя вооруженные силы Украины все еще сохраняют определенную боевую мощь в резерве, сейчас они развернули основную часть своих сил. Главное, что врагу не удалось отвлечь и оттащить наши резервы на Купинское направление. А именно такова была их цель. Оттянуть и чтобы наше наступление на юг остановилось. Также журналистам CNN удалось геолоцировать видео, опубликованное в российских телеграм-каналах, на котором видно, что украинские войска впервые появились на одной из мощнейших оборонительных линий России «Зубы дракона» на юге Украины. В материале отмечается, что видео было снято в районе восточнее сел Новое и Харьковское Запорожской области. Российский военный чиновник также признал, что украинские силы смогли вклиниться на трех участках первой линии обороны РФ на Запорожском фронте. Украинцы прорываются, да, там мы видим отдельное мытье, скажем так, отдельное мытье со стороны российских военкоров, каких-то там публичных деятелей на фронте российских, где они говорят, что вот украинцы там прорвали, там прорвали. Но пока официального верифицированного сообщения не было от нашего агенштаба. Кроме этого, с похожим содержимым вышли материалы и других изданий, к примеру, «Нью-Йорк Таймс». Усиленное наступление Киева на российскую оккупацию принесло небольшие успехи, но масштабы нападений и их потери остаются неясными. К тому же, на следующий день, после того, как официальные лица США заявили, что основной удар украинского контрнаступления, вероятно, начался, Путин сделал следующее заявление. Мы подтверждаем, что боевые действия значительно активизировались. В материале также появляется информация и о том, какие последствия, вероятно, будут иметь эти продвижения. В краткосрочной перспективе успех будет означать выход за оборону России, где ее силы будут гораздо более уязвимы, и захват крупных городов южнее. В более долгосрочной перспективе это означало бы возвращение Мелитополя, крупного транспортного узла или Бердянска, важного порта, или и того, и другого, фактически разрезая оккупированную Россией территорию пополам, усложняя стратегию и логистику Москвы. Наши военные имеют продвижение через минные поля. Там сообщалось, что некоторые минные поля уже пройдены, уже начинаются продвижения непосредственно по самой линии обороны Российской Федерации, где основные их окопы, доты, траншеи, где основная их техника, где основная живая сила. То есть есть такие сообщения. Я думаю, что если это правда на самом деле, что это возбуждается, то мы действительно переходим в новый этап. В свою очередь о продвижении писали и в Институте изучения войны. Там сообщили, что украинцы атакуют по нескольким направлениям фронта. Силы обороны продвигаются в Донецкой и Запорожской областях. Также аналитики говорят о продвижении к северу от Клещеевки, что в 7 километрах юго-западнее Бахмута. Но с остережением к таким заявлениям прессы относятся украинские военные эксперты. Я бы не стал говорить о новой фазе наступления, подтягивании некоторых резервов, введении их в бой. Это еще не значит прорыв обороны и выход на оперативное пространство. Пока что идет этап прорыва обороны противника. Стоит отметить, что официальных подтверждений от украинского генштаба о новой фазе контрнаступления не было. Сообщалось лишь о тактических успехах. Субтитры создавал DimaTorzok